Парни, ну зачем? Что перевелась на земле русская техника? Вань, надо попробовать. Надо знать в реальности, с чем столкнулись наши советские танкисты. А потом, один час работы заменяет день объяснений. Но он же вражий. Да он не вражий, а трофейный. Он даже успел повоевать с нашей стороны в 5-й гвардейской танковой бригаде. Панзер Кампваген 4, или как его называют у нас Т-4, это немецкий средний танк, ставший самым массовым танком нацистской Германии. Выпускался серийно в нескольких модификациях с 1937 по 1945 год. Выпускался фирмами Круп, Вомак, Нибелунг, Верке. Всего было изготовлено свыше 8 тысяч с половиной танков. В нашем случае Панзер 4 модификации Г. Кудрявы жили фрицы. Каждому танкисту по своей калитке. Экипаж 5 человек. В башне танка наводчик, заряжающий командир. Снизу в корпусе механик-водитель и стрелок-радист. Габариты. Длина 6620 миллиметров. Ширина 2840 миллиметров. Высота 2680 миллиметров. Вес 23,5 тонны. Четверка составляла 60% танков нацистской Германии. Конструкторы заложили хороший модернизационный потенциал в машину. И это им пригодилось. Получив отпор от советских танкистов и артиллеристов, немцы стали усиливать бронирование и вооружение Т-4. Это привело к значительному утяжелению танка. Кстати, сейчас я вам наглядно продемонстрирую, что после утяжеления танка передок просел. Видите этот каток? Он крутится. Это получается, что корма танка приподнялась, а он стоит ровно. Последней и самой мощной пушкой стала 75-миллиметровая КВК 40-48 калибра. Также на танке установлено два пулемета калибра 7,92 миллиметра МГ-34. Мощная пушка и хорошая оптика выгодно отличали немецкие танки от наших. Но не только это. Продуманность боевого отделения ничего не мешает. Хорошо они подготовились убивать. В движение боевую машину приводит V-образный 12-цилиндровый 4-тактный карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения фирмы «Майбах». Мощностью под 300 лошадиных сил. Располагается в задней части танка, а трансмиссия визуально разделяет машину на две части, уходя вперед. Место механика водителя. Одним словом, иномарка. Сидишь высоко, обзорность очень хорошая. Ладно, заводимся. Двигатель совсем не бодрый, но тяговитый. На первых передачах, а тут пять, «Панзер» очень уверенно прет. Его плюсы — это надежность и качественный запуск в любых климатических условиях и при любых температурах. Но прожорлив он безбожно. Подвеска танка, состоящая из двойных обрезиненных опорных катков на четверть эллиптических листовых рессорах, поддерживающих катков ведущего колеса или нифца, совсем некомфортно несут боевую машину над местностью. Так как подвеска зависимая и не позволяет обеспечить большие ходы катков и, соответственно, обеспечить плавность хода. Скорость по шоссе — 40 км в час. По проселку — 16. Вот только не по русскому проселку. Русские дороги, они надежнее всего держали немецкие танки. Узкие бусеницы вязли в нашей жиже. Ну а морозы? Сами знаете, что наши морозы. Но это совершенно не умаляет достоинств машины. Но все же скажем, бронирование было слабоватым. Тут лобовая составляет 50 мм плюс 30 мм. Борта и корма корпуса боевой машины имеют 20 и 30 мм. Лоб башни — 50. Фу, жарковато. Ну как? Все нормально. А у вас немецкой техники много? Да, немецкой техники много. Немецкой техники у нас посвящен целый павильон. Люди, которые сюда приезжают, должны видеть, с кем и с какой техникой воевали наши советские танкисты в годы Великой Честной войны. Даже более того скажу, что в нашем павильоне представлена техника вся практически от начала войны и до ее окончания. И более того скажу, что у нас в музее есть единичные экземпляры техники. Например, Мауцер, которого нет нигде больше в мире, ни в каких условиях. Панцер Кампваген 4 Мауцер для своего времени был вполне сносной машиной. Не лучше и не хуже своих одноклассников, как по ходовым качествам, так и по огневой мощи. Успех применения боевой машины на полях сражения, как в снегах России, так и в песках Африки, это следствие не технической составляющей, а обученности экипажей вермахта и умелое применение командованием потенциала боевой машины. Но, несмотря ни на что, даже после войны танк продолжал служить. Пройдя ремонт, они состояли на вооружении Чехословацкой армии вплоть до начала 50-х годов. Кроме Чехословакии, в послевоенные годы Панцер-4 эксплуатировались в армиях Испании, Турции, Франции, Финляндии, Болгарии и Сирии. Хороший танк, надежный. Тем приятнее осознавать, что сначала наши деды выстояли под их натиском, а потом жгли. Не забывайте, кто посеет ветер, пожнет бурю.